Музыка 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 Я поставлю на голосование. Тут вопрос. Значит, готовы ли мы, скажем так, депутаты городского совета, выслушать людей и общаться с людьми, потому что вопросов накопилось много? Ваши, первый вопрос связанный. Нет, действительно, в 9 часов было объявлено в средствах массовой информации. Проинформировали нас, в 9 часов должно состояться второе предавное заседание секции городского совета. Сейчас в 9.30. У меня вопрос к вам, Василий Леонидович. Мы сессию открываем или не открываем? Или открываем сессию? Потом решаем вопрос общения с романом юниста, регламент мы ясняем, потому что сессию мы не открыли. Мы сидим, сейчас кто-то с депутатов подъедется и уйдет, скажет, сессия же не открыта. У нас с вами сессия не закрыта. Но единственное, что, спите, пришли желтоводцы к стенам здания. Тогда регламент. Значит, я бы проснулся работать сюда пообщаться, да? Значит, на дефект только высказался, значит, господин депутат Новгородский, начальник нового комиссии, тогда вспомнил голосование. Мы будем слушать наших людей или мы не будем слушать наших людей? Регламент. Хорошо, регламент. Сколько будем слушать, я не знаю, сколько людям надо, чтобы высказать, чтобы не услышать. И ввези какое-то дело здесь. До этого у нас было 9-10 месяцев общения с Романом. Сейчас люди пришли послушать о том, как МИСКА РАД вырешат те питания, ради чего не собрались. То ли мы каграммам, так. Поэтому заговорить вопрос не надо. Идем по регламенту, так, как положено. Открываем второе экстремярное заседание. Идем. Люди, вот в процессе обсуждения будет каждому дано слово, кто пожелает лист. И это будет то общение, которое необходимо. Я прошу людей поддержать, и пускай это будет правильно. Так, депутат, я вас услышал. Значит, если мы сейчас решаем, что у нас не проводится диалог с нашими желтоводцами, тогда проводится второе экстремярное заседание. Не тому, кому что-то дамо, не дамо, значит, а проводится второе экстремярное заседание согласно регламенту. И как депутаты, это не слово. Депутаты же решают. Депутаты решают. Согласно регламенту. Согласно регламенту. Значит, ставлю на голосование. Кто за то, значит, чтобы открыть второе экстремярное заседание, не дамо возможности общения с желтоводцами. Прошу вас. Целый вопрос поставили компрометирующий. Нет, неправильно. Вопрос компрометирующий. Люди хотят услышать от вас. Значит, уважаемые желтоводцы, не ведем с вами диалог? Ведем. Ведем или не ведем? Разрешите меня. Разрешите меня. Люди от вас хотят услышать. Разрешите сети будем диалог. Уважаемые желтоводцы, вы доверяете нам, депутатам, тоже этот вопрос, чтобы исчезать. Вот на него будет не разговаривать. Значит, все. Значит, услышали мнение. Мы услышали мнение вашей желтоводцы. Значит, работаем дальше. Докричим. Ну, что дальше? Я, прилично. У меня совесть есть. Сейчас, поделюсь вам? Да, я, Дмитрий. Слушайте, пожалуйста. Значит, продолжаем работу в 64-й сети городского совета. Второе кулинарное заседание. В зале находится 29 депутатов. Отсутствует 12, 4 отпуска, 3 командировка, 5 по небесным причинам. Объявите повестку дня. Повестка дня была объявлена. Депутат на руках. Хорошо, прошу, с места не выкрикивать. Идет второе кулинарное заседание. То есть, я вам предлагал пообщаться. Значит, сказали, что будем проводить второе кулинарное заседание. Сейчас, значит, действуем по регламентам. То есть, все присутствующие... Я пригласил народ, чтобы общаться. Значит, вы решили... Вы... Значит, депутаты решили о том, что мы проводим второе кулинарное заседание. Мы проводим второе кулинарное заседание. То есть, если, значит, кто-то, значит, вслед присутствующий желтогольца хочет выступить, значит, дает свое предложение, и депутаты решают дать слово или не дать слово. Понятно? Хочу также вам окупить все присутствующие в регламентах. Значит, для доглада до 15 минут, для выступлений до 7 минут, для повторных выступлений до 5 минут. Переверим через каждые полтора часа работы. Значит, переходим к рассмотрению повестки дня. Секретарь был на первом принадлежном заседании Ольга Николаевна Могилевская и дистилентка Владимир Владимирович. Прошу, займитесь. Николаевна Могилевская Секретарь занимается и УСА, значит, экологические комиссии дня до Львови Федоровны. Лобоканя, прошу, снятость порядку демного. Вопрос номер 15. Сейчас он у вас пятый, а в покице стоит 15. Вы подтверждаете, да. В первом рассмотрении вопроса, что будет докладывать глава постоянной комиссии Нестеренко, после него, внести с 35-го на следующий, после Нестеренко, почему я объясняю? С 1 октября в городе Желтых Вод, согласно директивы Министерства обороны и Минерального штаба, постановой Кабинета министров, с 1 октября у нас развертывается Желтоводский военный комиссариат. Вы знаете, что когда у нас не было военного комиссариата, у нас было военно-облековое бюро, правильно? В связи с тем, что это государство разворачивает, не мы, не местная власть, не мы, а государственная структура. Значит, в связи с тем, что будет военкомат, вы понимаете, что с 1 октября военно-учетном бюро должно быть ликвидировано. А почему я прошу перенести, потому что сегодня последний день остался, когда мы примем решение, на основании вот этого решения издается распоряжение, ознакомляются за два месяца люди, а сегодня последний день. Вот я почему прошу перенести после рассмотрения Нестеренко данный вопрос, чтобы это закрутилось и людей ознакомились. Сегодня последний день. Я достался у нас в конце. Значит, в принципе, есть предложение. Так, уважаемые депутаты, есть предложение. Давайте этот вопрос по военкомату рассмотрим сейчас первый. Хорошо, все, уважаемые депутаты. Николай Васильевич, я сказал после вас, ну так а что? Что, уважаемый депутат, я вам что-то предложил изначально. Хорошо, вопросов нет никаких. Значит, вопрос, значит, кто за то, чтобы вопрос по военкоманду с 35-го на 2-й, значит, с 35-го перенести, значит, после вопроса, который будет докладывать. Повторно внести в повестку дня рассмотрение решения, которое у нас на прошлом принадлежном заседании не прошло, и его как бы и вообще сорвали. Это решение про результаты выполнения решения Живтовольской міськой ради от 4-го, 3-го, 15-го года до 6-го месяца, куда я предлагал внести изменения по реформам ПЖРУ. Я предлагаю опять вернуться к этому решению, опять его рассмотреть после голосования по тарифам и военкомату. Опять вернуться к этому решению, опять предлагаю свои внести туда поправки, то есть чуть-чуть в другом виде, это на протязи, если надо, я сейчас их скажу. То есть на протязи не 30, а згідно закону, действительно, на протязи 60 календарных днів зменшити, а уж на 25%, на протязи 30 календарных днів зменшити. Которые мы не рассмотрели на предыдущих заседаниях, это кадровые вопросы. Дело в том, что каждое утро в Сенку же мэру, нам, депутатам, через 3 месяца сделают избирателей, и все решится. Люди должны работать, и люди должны прийти и быть обслуживлены в этом здании. Я предлагаю вернуться к этим вопросам. Еще раз это мое предложение, давайте проголосуем. Предыдущие, это про затяжение на посаду міського головы Говар, Биленко, заступник, за гручу, за перунчу с правой медвучкой и про охвату права. Так, хорошо, уважаемые депутаты, ставлю на голосование. Значит, кто за то, чтобы внести вопрос, значит, у вас первый в перелике пятак, вы застежили на посаду заступника письменного главы Говар Алло Львовну. Прошу вас, аварий. Считайте. Кто за то, чтобы внести за порядку дневного вопрос первый. Два, три, четыре, пять человек, кто? Значит, сколько это? Три. Спасибо. 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 Шаново, господин фронтовой, шаново, господин фронтарпин, заброшенный, я выступаю по данному вопросу по поручению нашей постоянной комиссии, которая рассмотрела на своем заседании в заявлении представителей громады, способно скасывание решения родовольского регионального, способно принятых корыбин по пожару. Я прошу прощения, значит, в основном я приду на русский язык, если вы не выражаете, и сделаю вкратце выступление и выступление по данному вопросу. И потому что в основном, я думаю, в процессе выступления люди дополняют, что оно будет упущено, потому что со стороны, как всегда, идеи, я думаю, что у нас будет правильно говориться, состоится диалог, который должен показать, что и как, и где. Потому что наше громадное предприятие, это то предприятие, которое стоит на том, чтобы обслуживать, надавать эти самые налаженные услуги, и люди должны тогда действительно оплатить за то, за представленные услуги. Оплатить, не зная, что и за как, это тоже, конечно, вызывает много не доработка вопросов. Поэтому, уважаемые депутаты, уважаемые депутаты, давайте действительно отнесемся к этому вопросу. Со всей щепетильностью и примем взвешенное решение, которое поможет нашему местному коммунальному хозяйству развиваться дальше, а люди почувствуют, что они действительно управляют в этом городе и имеют вес для того, чтобы принимать какие-то решения. Уважаемые, вопрос реформирования КГЖ берет свое начало с 2013 года. Ровно два года тому назад, в июле 2013 года, отработала первая комиссия по усовершенствованию работы коммунальных предприятий, которые постарают жилищно-коммунальные услуги. Председателем этой комиссии был на то время первый замородского головы Патриасов Олифер. Результаты работы этой комиссии заслушивались на сессии городского совета и ее решениями в 10-27-го разговора за номером 12-29 выводы комиссии были приняты по вниманию. Пункт первый, который был изучал так, внести изменную структуру КГЖ, штатный розпись, частинность вишни выродничеств складовых, заработок скорочения административных складовых. По истечении двух лет это задание не выполнено. Далее. В конце 2014 года КГЖ публикует новые тарифы предприятия показания услуг на содержание домов, сооружений и преддомовых территорий. Новый тариф в подражении весь город именно поэтому 13-12-14 года для учтения мнения населения города, распоряжением исполняющей обязанности городского головы Милюшка, Анатолий Николаевич, была создана комиссия, в состав которой вошли депутаты городского совета, специалисты из пункера власти и активисты, и активные граждане города. Данное распоряжение действует до сих пор, оно не отменено. Целью работы этой комиссии была наработка мероприятий, реформирование КГЖ, и только после этого возврат к пересчету стоимости тарифов. Однако, в результате заседания комиссии ничего не проводили, потому что, как правило, предложение инициативной работы и управление ЖКК отвергались представителями КГЖ и наоборот. Уставок безвестных заседаний активно членов комиссии свелась к нулю. Тогда, на 4.03.2015 года, на очередной сессии городского совета, утверждается еще одно решение, 21.17, по реформированию КГЖ. Эти решения прописаны поручения администрации КГЖ, исполнителям комитета и управления ЖКК. Среди поручений КГЖ провести оптимизацию кількости працівників у відповідности до постановления заданий «Та запровадити електронную систему попуткового обліку сплати спорачів за житлово-коммунальний пост». Среди поручений сполкуму управлению ЖКК «Розробити заходи по виконанню цього решения в 10-дневной терминии». В очередной раз на работах по оптимизации предприятия так никто и не видел. А мероприятие, разработанное управлением ЖКК «Розробити сполкум» в начале апреля месяца. Итоги выполнения этого решения было заслушано в юридской сессии. За невыполнение поручений сполкум и управлением ЖКК «Полномобивы» мы с вами признали их работу невыкновителем. А для выполнения поручений, что вписали в КПЖ, мы деликатно упустили. И вольт 15-го, 7-го, 15-го года на заседании исполнительного комитета тарифы все-таки принимаются. На решение такой резонансового вопроса ли кто из депутатов бы не был принадлежен. Сразу же на депутатскую комиссию ЖКК по поручению инициативной группы гражданого органа поступило обращение адвоката Абрамова, с просьбой рассмотреть вопрос об отмене данного решения в связи с наличием нарушений про его принятия. Депутатская комиссия рассмотрела данное прочтение, приняла внимание и сложные факты, поддержала предложение об отмене решения исполкома о принятии тарифов. На основании вышеизложенного проекта решения об отмене тарифов по содержанию дубов сражений и правовую территорию выносится на рассмотрение депутатов. Прошу вас, коллеги депутаты, подойти к решению этого вопроса ответственно и принять во внимание тот факт, что решение городского совета, касающего реформирования КГК ЖЭВ, не выполнено в полном объеме, принять правильное решение, поддержав прошедшую депутатскую комиссию в вопросе отмене тарифов. Меня все. Хорошо. Скасывайте, конечно, решение комиссии... Скасывайте. Николай Васильевич, у меня такой вопрос. Ну, скасовываем тарифы. И что? Что дальше делать? Что делать дальше? Пожалуйста, объяснили. Татьяна Алексеевна, вопрос очень резонансный. Вы правильно задали вопрос. Правильно. И мы этот вопрос, наверное, с 2013 года обсуждали. Правильно? Правильно. Есть решение 2013 года, где четко расписано мероприятие, что надо делать, как это надо делать и каким шагом идти. Мы с вами, депутат СССР, мы его утвердили. И если мы хозяева по поручению этих учредителей, по поручению громады места, мы дали, как говорят, наказ коммунальному предприятию, выконаторки или других заходов. Если они не оконуются, что-то не робит. Если сейчас тут всех пугают старшинками о том, что предприятие перестанет существовать, там кто-то остановится. Это неправда. Просто надо провести, как каждый руководитель директора, если чей руководитель предприятия видит, что у него есть какие-то проблемы, он принимает какие-то заходы для того, чтобы зарабатывать дополнительные деньги, привести в соответствие штат, который, как говорят, ничего не произведя, а делает заработный фонд, заработный плат и следается, вместо того, чтобы платные деньги не выгодили на другие. Поэтому пускай должно быть выполнено, и никто не говорит, что сейчас тут пугают, что там дворников сократим. Необорот, надо людей, рабочих, которые слесарей по обслуживанию дворников, то есть людей, которые будут действительно надавать услуги, их увеличивать, либо это самое. И подавайте заработную плату за счет того, чтобы проводить электронную систему, чтобы не 30 бухгалтеров было, а 2-5 бухгалтеров. Я не буду за КПЖ рассказывать, как им работать. Хорошо, спасибо, Николай Васильевич. Сейчас, секундочку, внимание. Значит, вопросы, Николай Васильевич. А? Ваш вопрос, пожалуйста. Николай Васильевич, я прошу извинить, вы в своем выступлении упомянули... Или упомянули, адвокат Абрамов. А как понять, его наняла какая-то структура? Дело в том, что, согласно статье 26-й, представы для здействия адвокатской деятельности, адвокатская деятельность действует на представе договора, на данные правовые допомоги. То есть я ничего не подвергаю сомнению, но просто вопрос. Адвокат Абрамов? Это что, суд или что? Это адвокат Абрамов? Это гражданин Абрамов? У него на визитке написано адвокат Абрамов. А так, это вообще громадянин, желтый круг Абрамов. Вы так и говорите, громадянин. Вы задали вопрос, я вам скажу еще. И еще один вопрос. Вот тут есть законное про местное самоврядувание в Украине. Пункт 10. Акты органов и посадовых осіб местного самоврядувания с мотивами в тихней неведповідности Конституции або законом Украины вызнаются незаконным в судовом порядку. Может быть, как-то или в суд обратиться, или куда, чтобы подтвердили, что это было незаконное решение. Все-таки с 2009... Секундочку, дайте еще поговорить. Все-таки я тоже гражданин города. Я не занимаюсь предпринимательской деятельностью. Дополнительных доходов у меня нету никаких. Но я хочу сказать, с 2009 года в городе... Я хочу, так сказать, посвенно... Татьяну Алексеевну подтвердить. В городе не поднимались тарифы с 2009 года. Вопросы или предложения? Может быть, не к адвокату Абрамову обратиться, чтобы подтвердили, что незаконно поднимались тарифы, а чтобы нам выкладку дали, потому что они действительно незаконно подняты, эти тарифы? Я просто... Людмила Грюра, ну вы как член франции коммунистов, представляющие интересы коммунистов, которые всю жизнь защищали нашу трудовой и рабочий класс. Вот громада Севиктор Иванов. Это только часть представителей, которая попросила и задала. И надо так. Один человек оформил документ и дал нам для того, чтобы мы с вами или поддержали, это же право голоса, или отменили, понимаете? Тут ничего не масло. Страшиво. Я в ответ на это, если вы зацепили мою личность как фракция коммунистов, а вы представитель партии регионов, которые на протяжении трех лет ни на одну тарифу не поднимали тарифу и привели к тому, привели к тому, что такая соединяция сложилась в городе. Так, все. Людмила Грюриевна, спасибо, что вы напомнили о моем прошлом. Понимаете, как вы, в самом человеке, не своя совесть. И если он поступает так или так, то это его совесть. Понимаете, я не отказываюсь, что, да, был партией регионов и в связи с теми событиями. Не потому, что я не посчитал, многие дела делались правильно, но преступная деятельность в верхушке это действительно опозорило эту партию. Тогда ни воины ничего не было. Так, все. Секундочку. Уважаемые, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, попрошу соблюдать варианты заживания. То есть мы говорили о том, что, значит, глупость. Дарит вступает у нас первого сентябряна. Да. Уже ЖЭКО не является монополистом. Есть ли какие-то предложения в городе, альтернативные по обслуживанию домов? Сколько это стоит? Возможно, мы как-то зря помню, ломаем, придут новые люди и сработают лучше. Конкуренция лучше видеть в правительстве. Спасибо за вопрос. Вы знаете, что только недавно был принят закон о том, чтобы брать монополию ЖЭКО. И на сегодняшний момент действительно, это, наверное, не сколько работа депутатов, а исполнительной власти о том, чтобы подать предложение о демобилизации на днях коммунальных послуг. И я думаю, что в этом направлении люди на выступлениях говорили, что самоорганизовываться, быть более известным. Зараз они домовые комитеты образуют. И люди будут выбирать, если, как говорят, ПТР, Садаренко, придать одну сумму, предложить по обслуживанию, вторую, вторую, то люди будут за право иметь выбор. На данный момент... У меня, на данный момент, нашу комиссию депутатскую, ни от вас, ни от других депутатов не поступало. И это исполкома в том числе. Поэтому на нашей комиссии пока без других, кроме того, что мы знаем, вы ничего не рассматриваете. Спасибо. Хорошо, спасибо. Еще вопросы к докладчику есть? Если, не знаю, как... Я бы просил, когда будем голосовать, поставить это с вами по именам на вставание, кто за, кто против. Попишите. Хорошо, поставим голосование по именам. Значит, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, значит, что я хотел немножко было провалить с вами, когда приглашал в завт. Смотрите, то есть, скажем так, мы планируем, значит, скажем так, то есть, если сейчас вопрос не снимается, то, значит, арифы могут там заниматься. Допустим, с первой судебной, я что хотел... Секундочку, слушайтесь мои слова. Что я хотел предложить? Романской ради, значит, золотогорцам и симптомсам. У нас с вами еще есть спокойная песня, да? Значит, вы думаете, и вот, значит, в этом, ну, да, есть, слушайте, значит, можно было сделать что? Допустим, у нас с вами 14 домовых комитетов, да? Взять, допустим, один или два домового комитета. Значит, арифы у нас существуют старые. Но обязательство длило Кудрявцева, чтобы он изыскал резервы, и вот на дом, в частности, уходила сумма арифа, значит, нового. И посмотреть, как они сработают. Если они не сработают, значит, тогда... Вот, если кто-то еще внимания, дай мне сказать, а? Если они не сработают, тогда решение в сессии 23 августа, там, или 25 августа, мы с какого-то решили? Нет, хорошо, вопрос, вопрос, вопрос. Я вот это хотел предложить, дать возможность посмотреть, как они сработают, по словам, что это важно. Нет, начнем, так дальше. Значит, уважаемые, значит, депутаты, уважаемые, в жестоком случае, что хочу вам напомнить, в принципе, то, что, кстати, поднимался разговор о том, что с 1 до 7, значит, вступил в силу закон, что у нас на сегодняшний день ЖРЭО не является моноболистом. Пожалуйста, можно создавать ОСББ, я служил домовое хозяйство, то есть сами веду собою. Пожалуйста, можете, значит, управляющий компаний создавать, и так далее, то есть моноболий, по ЖРЭО нет. То есть, скажем так, есть тарифы какие, можете, так сказать, тоже я говорю, и на местных инференциях, то есть создать своего ОСББ, и тариф сделать 50 копейников. Ваше право. Посмотреть, как они сработают. Если они не сработают, значит, тогда, если они не сработают, тогда решение в сессии 23 августа, там, или 25 августа, мы скажем, что вы слышите. Нет, хорошо, вопрос вопрос. Я вот это хотел бы предложить, дать возможность посмотреть, как они сработают, по словам, и сессии 23 августа. Нет, начнем. Дальше. Значит, уважаемые, значит, депутаты, уважаемые уже существующие, что хочу вам напомнить, в принципе, то, что, кстати, поднимался разговор о том, что с 1 до 7, значит, вступил в силу закон, что у нас на сегодняшний день ЖРЭО не является моноболистом. Пожалуйста, можно создавать ОСББ, я в служебном домовое хозяйство, то есть сами веду с собой. Пожалуйста, можете, значит, управляющие компании создавать и так далее. То есть, по напольнику, по ГРЭО нет. То есть, скажем так, если тарифы такие, вы можете, так сказать, тоже я ранее говорил и на детской инференции, то есть создать своего ОСББ и тариф сделать 50 копейников. Ваше право. Я хочу еще напомнить, значит, вам, значит, что 23.07 вступил в силу закон номер 626, друг 8 Римская, значит, про упорядку комитет в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Значит, там сказано, так сказать, об установленных тариф. Значит, смотрите, статья. Я вас попрошу соблюдать порядок. Не соблюдать, как не навязывайте. Значит, я говорю, я выступаю городсканцами. Вы, когда выступаете, у вас хранюбер, значит, слова я не надавал. Голову чи я? Пожалуйста, не видитесь, как прилично. Значит, ураз, значит, дальше. Ураз, значит, хочу напомнить, опять же, под депутатом, что выдатки на обеспечивание предприятий, значит, что повязанных и установленных тарифов жилищно-коммунального хозяйства на уровне, что не вошли в отримание прибуток, финансируется за ракурность коштей, соответственно, с местного бюджета. То есть, если мы сейчас с вами, значит, этот стасовый ценичный, то есть мы с вами обязаны будем петроявлять вискодовый смесевый бюджет. Значит, сумма, сумма, сумма. Зачем вы куваетесь? Я, вискалай, вискитайте законы. Сумма, за счет того, что вискодовый бюджет составляет миллион сто восемнадцать пятьдесят тысяч. Значит, в месяц, в месяц. Рыгармин, пожалуйста. Значит, в реалку выведом. Так, пожалуйста. То есть, в принципе, скажем так. Вы, значит, вы должны как депутаты подумать, значит, и я думаю, я понял о том, что откуда вы пытаетесь вискодовый бюджет? Это и, значит, вам в основном если достанет вопрос, значит, подвоза, значит, наших детей с выселой маленькой, с водобудой, с этого самого, это все с бюджета надо будет платить, значит, вязать детей и так далее и тому подобное. То есть в бюджете практически, да, вот эти суммы, что давали, денег нет. Значит, плохо работают, значит, вы уже работаете, потому что мало собирают мне, надо сказать, податки. Значит, уважаемые депутаты, значит, я проговорил, я вам оговорил. То есть они повязали и ваше, и моя. Так, пожалуйста, до семей минуты сделки. Мы с вами приглашенные депутат Елена Баскера-Избиратель Новгород. Я хочу сказать, вы все видите, как депутату можно выступать на сессии. Нас на исполком не приглашают, ни нас, ни ЦИКИ, ни группы. Там выступать нельзя, здесь вы видите, с каким трудом. Поэтому я хочу все-таки сказать, то, что я приготовила нам исполком, когда это было. Значит, я хочу вам сказать, преддомовая территория, сколько стоит ее убрать? Кто из вас задумывался, за что вы платите ЖЭКу? Уверена, детально разобраться в этом вопросе отваживаются единицы. Поэтому имеем мы то, что имеем. Грязный гроз, обвешалые дома, все более возрастающий тариф. Считает, будет лучше не делать вид, что ЖЭК оказывает нам услуги, а разобраться, как он их оказывает и как должен оказывать. Возле каждого дома есть преддомовая территория. Поэтому ее уборка обязательно входит в перечень услуг, оказываемых ЖЭКом. А что такое преддомовая территория? Я хочу, чтобы вы все это очень внимательно знали. Мир и университет Украины, приказ номер 389, в методических рекомендациях по определению преддомовой территории, но аквартирных домов считает, что преддомовой территории считается территория вокруг дома, определенная на основании соответствующей землеустроительной документации, в границах соответствующих земельных участков, на которой размещен и аквартирный дом, и принадлежащие этому дому здания, сооружения, и которые необходимы для обслуживания дома. Очень сложное определение. Далее в этом документе говорится, что в состав преддомовой территории могут входить отмостка вокруг дома, полоса зеленых насаждений, проезды, тротуары, площадки предоставленные обслуживания детей, площадки для мусосборников, специально оборудованные площадки для парковки автомобилей и так далее. Размер преддомовой территории определяется на основании специального проекта преддомовой территории или детального плана границ от квартала, а их у нас моих нет. Разработанная проектная документация по определению преддомовой территории должна быть утверждена органом местного соуправления. А можно пойти и другим путем, взять в руки рулетку и перемерить ваш двор. Поиски совсем точно, но проверить площадь вашего двора, которого уже посчитали, и на основании которой рассчитан тариф, надо обязательно. Итак, с помощью двора определились. А теперь ознакомьтесь еще с одним документом. Это правило содержания жилых домов и преддомовых территорий, утвержденных приказом Государственного комитета Украины по курсам ЖКХ номер 76. В правилах учтены все работы, которые должен делать ЖЭК. Там много интересного, но остановимся на том, как должны убирать территорию вашего двора. Периодичность уборки тротуара зависит от интенсивности движения пешеходов этим тротуаром. Если усредненное количество пешеходов с 8 до 18 часов на тротуаре будет составлять до 50 человек, то тротуар относится к первому классу. Если до 100 человек, ко второму классу. Если более 100, к третьему классу. Значит, теперь, смотрите, периодичность уборки в часах при температуре минус 2. Если это первый класс, до 50 человек, через каждые 3 часа должны убирать. Если выше минус 2, через каждые полтора часа. Если второй класс, через каждые 2 часа. И так дальше. То есть эти нормы все заложены у нас на ли. Уборка при домовой территории зимой должна проводиться в такой последовательности. Сначала убрать. А если на улице гололед или просто скользко, то еще надо посыпать тротуары и пешеходные дорожки. Так властит пункт 3.5.8. Летом ваш дом должны подметать, мыть или поливать вручную. Специальные машины, наверное, уже конец. Значит, а то что? И все эти работы в городе должен делать или рано утром, или поздно вечером. Пункт 3.5.10. А у нас в городе работы с 7.30 и метод улицы, когда детки идут в школу по ногам. Полив тротуаром производится по мере необходимости. Такой рекомендации периодичности. Значит, тротуары 1 класса 1 раз 2 дня и так дальше. Все опять встали. Снег, который накатывается на крыше вашего дома, должны сбрасывать на землю и перемещать в стороны. Работы по уборке с 7.00 на тротуарах должны быть закручены не в мастере 6 часов. Но я хочу сказать самое важное. Значит, на придомовой территории может быть обеспечены держащие ухозы зелеными насаждениями. А теперь вспомните, сколько времени в вашем дворе в работе дворник, и когда вы его видите в последний раз. А между тем работа дворника входит тариф по содержанию вашего дома в придомовой территории. Исправив содержание придомовой территории, следует, что дворник в вашем дворе должен находиться ежедневно и проводить в нем значительную часть времени. Если вы этого не наблюдаете, то платить за уборку двора должны меньше. Узнать это и пресечь такую экономию мы должны. Какую экономию? Я сейчас разъясню. Материальные затраты на уборку вашего двора зависят от его площади. И от площади тротуаров и газонов. Чем больше площадь убираемой территории, тем больше времени затратит дворник на ее уборку. Больше медил, больше драги и прочих нитаря будет затрачено. Но если дворник под двор заходит не каждый день, а инвентарь ему уже обслужил свой срок, то на материальных затратах же экономит. Какая норма убираемой площади должна быть закреплена за дворником? Ответ на этот вопрос можно найти в нормативном документе, который называется «Нормы часу к материально-техническим ресурсам». Это приказ номер 603. В приказе в приложении, пункт 5, к нормам приведем перечень спецодежды, которые должны выдавать в дворник. Так вот, смотрите, какую агентство должны выдавать. Дворник должен два раза в год получать фармки с плотной тканью. Рукавицы комбинированы один раз в месяц. Рукавицы резиновые две пары в год. Комбинационный реполат один раз в год. Резиновый ротик один раз в год. Фармки с внутренней проницаемой ткани один раз в год. Желет оранжевый один раз в год. Телогрейку один раз в два года. А что он получает на самом деле? А что он получает в площадь? Я напомню, осталось от того, что я не могу. Спасибо. Нормы предназначены для расчета численности работников, которые заняты уборкой придомовых территорий. Сколько дворников работают в жертвы? На этот вопрос вам обязаны ответить. Какая площадь придомовых территорий обслуживается жертвом? А теперь общую площадь. Разделите на количество дворников, и вы получите реальную картину того, что происходит на самом деле. Карта работает быстрее, кто-то медленнее. Есть здравый смысл, есть предел, который никак не преодолит. Поэтому есть. И поэтому если дворников чистится в жертве мало, а территорию, которую закрепили за ним, очень большая, то имеет место нарушение периодичности. Я напомню по регламенту, значит, я напомню по... Хорошо, значит, я вам хочу сказать, здесь нормы, красные, нормы сборка света, как ее сбрасывают с крыш, как ее передвигают. Норма... Значит, погрузка снега на машину, все с ней продавите. Приготовление посыпочной смерти. Поехали при домовой территории. Все, надо разобраться. А теперь с учетом выше приведенных, но вообще-таки, если дворник у вас во дворе убирает не каждый день, то платить мы должны меньше. Если он запомнит ваш двор на пару часов, то он явно не выполняет весь перечень обязательных работ. А если эти дворники сидят у нас еще в Талифе, и их снимут, и говорят, идите, идите в улице за бюджетом кошки, то вообще в этом вопросе надо разобраться. Поэтому я хочу сказать, очень важная еще, еще одна интересная информация, это перечень уборочного инвентаря, согласно нормам, которые должны обеспечить дворника. Все сидит в Талифе. Дворник... Перше. Порушены права громадян на управление Багапартик-Квартирным будинком, которые визначены законом Украины про особенность здействия права властей в Багапартирных будинках. Цей закон принятий и вступил в силу с 1-го, 7-го, 15-го року. А решение Виконкому было принято 15-го, тобто порушили права громадян. В этом же законе 11-та статья, пункт 2, вимагает, что варький способ визначается за зготою сторін. Тобто обоградского громадяни повинны были принять участие в обоговорении и подписании тих тарифов, которые сегодня приняты Виконавчо-Святой. И третий пункт. После принятия этих тарифов все послуги, которые погодили громадяни, варьи из этих тарифов, должны быть включены в договор, и этот договор, подписанный громадянами. Вот по цих причинам я не согласна, вернее, я не согласна. И последнее вопрос, уже Людмила Алицьевна озвучила, о том, что нема на земле, на припутинковой территории, нема державных актов про землеводведения. И точных площадей до каждой припутинковой территории. Это вимагает цей закон. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Виктор на понять. Про что я говорю? Скажите, розшифровка тарифа на послуги отребывания будинку с припутинковой территории Балмана-2. Документ требует подавать. Розписали складовую тарифу. Тобто, всього затверждений тариф 3,48. Скажите, если взять квартиру 36 квадратных метров помножить на 3,48, мы отримуем, скажем, 120 грн квартплату. Но, безусловно, витрати на утримание будинку и припутинковой территории 3,48, а заработная плата складает 46%. Скажите, мешканцы города, вы готовы из своих 120 грн 46% заплатить безусловно, безусловно, ну, отрабатывать на зарплату и налоги. Ні. Тому люди не понимают, чому такая большая зарплатная плата в тарифе. Скажите, что такое реформа? Реформа – это покращение, да? Ну, как покращить свою работу, сколько можно про это говорить? Работу не покращивать. Зменить методы надания послуг. Мы говорим, что сменить методы надания послуг. Методи не изменятся. Мы видим, что просто керевництво ЖРЕО это вопрос блокирует и ставит вимогу перед мешканцями. Только поднимайте тарифы. Поэтому мы наполягаемо на изменении менеджмента КП ЖРЕО и на изменении тарифов. До того часа, пока не будет незрозумимо, за что люди сплачивают такие гроши, мы не поддерживаем это решение. Спасибо. На сегодняшний день такая ситуация складывается. С одной стороны, конечно, мы, как говорится, забор городили полгода, реформировать это предприятие, оно так и не реформировалось. И принимать тарифы, когда оно не реформировалось, конечно же, нельзя. С другой стороны, у нас ситуация складывается таким образом, что как бы очереди нет, не стоит тех предпринимателей, которые желали бы альтернативно пожаревого обслуживать эти все территории. И придомовые, и наши дома, и так далее, и так далее. То есть, неясно, какова цена вопроса. Все мы знаем, что любая услуга должна стоить столько, сколько она должна стоить на рынке. Дорого, недорого, но за нее надо платить, за качественный труд надо хорошо платить, скажем так. Понятно, что комиссия ЖКХ, она как бы этим вопросом занимается, они вникли в этот вопрос. Ну, допустим, вот наша комиссия социального захвата, мы еще не вникли в этот вопрос, потому что, ну, я знаю коллеги некоторых, комиссии образования, культуры, они так же еще не вникли в этот вопрос, и как бы на сегодняшний момент мы не знаем, за что голосовать, скажем так. С одной стороны, поддерживают, другой не поддерживают. Поэтому я буду воздерживаться от голосования, но в августе, если до августа мы определимся, посмотрим, заслушиваем на комиссиях представителей, то однозначно надо скасовывать эти тарифы, потому что, ну, без реформирования принимать, я считаю, нельзя. кто за? Я думаю, пойти здесь считать, ну, нет, ладно. Сейчас трифоны, да, значит, микрофон, пожалуйста, это самое, можно трифоны, Директор и бывшие работники, в том числе исполнительного комитета, значит, я являюсь адвокатом, который представит теоретсы пяти членов инициативной группы, со всеми заключены договора. Это первое, поставим точку, По поводу вопросов, которые озвучивал здесь директор коммунавого предприятия, проведенные им, им, исполнителем этих услуг, среди жителей, так вот, вы тоже провели эти опросы, значит, несколько тысяч человек опрошено, ни одного не было человека, который бы сказал, что сначала тариф, а потом, а потом реформировали. Все до единого, сто процентов, сказали сначала реформировали, ну, как люди понимают, а потом тариф, это первое. По поводу качества услуг, был второй вопрос. Объективно, 10-12 процентов, если быть точно, то по моим оценкам, 12 процентов, почему? Потому что я учитывал тех людей, которые сказали, 50 процентов предоставляют услуги качественные, 50 процентов некачественные. Но я учел, что они все сказали, что предоставляют качественные. Так вот, 12 процентов, только лишь из всех, тысячи опрошенных, сказали, что услуги качественные. О чем я говорю? Значит, мне сейчас напоминает вот выступление о том, что давайте еще, вот Марчий баловался, давайте еще его простим, давайте еще простим. Ну, куда уже? сколько прошло месяца. Ничего не делается вообще. Значит, вообще-то надо было начать с того, что написано в статуте города Желтого. А в статуте написано, надо было директору предприятия коммунального вообще-то отчитаться по финансово-хозяйственной деятельности своей. В том числе по фонду оплаты труда. Депутаты требуют фонда оплаты труда дать, а никто не дает. Ну понятно, почему. Такие деньги. Люди платят вам деньги за то, чтобы получали себе зарплату. Зарплаты не маленькие. Я знаю, сколько получают. Официально зарплаты, которые вы публиковали, это примерно 11 тысяч, неофициально, я так понимаю, гораздо больше. Потому что там чуть премиально, непонятно за что. Теперь дальше. По поводу вот этого решения у исполкома, которое принято по тарифам. Товарищи, а по какому праву в пункте первому члены исполкома утвердили то, что исполнителем этих услуг является КПФЖР. По какому праву? Ну мы жители, я собственный квартир, по какому праву мне навязали этого исполнителя? Вы читаете закон правильно? Депутат Макилевский и другие сказали. Ну и пришел закон, там вообще разрушается монополия. Но и до этого было не так. Разве Желтовская Рада является собственником домов? Там зайдите в реестр и посмотрите, кто собственник дома. Там нет вас. Вы не являетесь собственником Желтовской Рады, вы не будете на баланс передать КПФЖР в эти дома. Собственником является мы со собственником домов. Мы будем решать, с кем заключать договор. Как выйдете с этой ситуацией? Там надо просто конкурс объявить на исполнительную услугу. И вы не думаете, будут в городе люди, которые будут проводить эти услуги. Без КПФЖР. Теперь дальше. По поводу обоснования тарифов. Сколько раз просили, пожалуйста, дайте полностью обоснования. Значит, по поводу придомовой территории. Гмель Алексеевна права. Значит, чтобы вы знали жителей, кто невнимательно смотрел тариф, посмотрите внимательно. Придомовая территория в тарифе. Одна четвертая часть. Одна четвертая часть. Она правильно сказала. Скуда взяли придомовую территорию? Непонятно. Дальше. Значит, по поводу, почему инициативная группа не соглашается категорически с вот этим решением, которое принято. С декабря месяца мы просим, пожалуйста, сделайте реформирование. Не может директор коммунального предприятия делать реформирование. Могилевская права говорит, менеджмент, значит, не может сделать. Это правильно, как руководитель. Но тогда желтогонский руководитель может убрать. Выйти с предложения в расторгнутый договор. Мне говорят, а как с ним расторгнутый договор? Да посмотрите налоговый кодик. Там написано, что если директор предприятия, который имеет налоговую задолженность, он может, имеет право, собственник имеет право борить его только по этой причине. Все. О чем мы говорим? Значит, по поводу незаконности решения. 29 декабря с распоряжением исполняющего обязанности городского головы была создана инициативная группа и комиссия, в которой вошли депутаты. Написано, там дословно было, тарифы. Эта комиссия была создана для того, чтобы тарифы принимать по согласованию с этой комиссией депутатами инициативной группы. Расписывали члены инициативной группы. Проводят исполком вместо четверга, как положено, в четверг проводят. Проводят его цементу, никого не приглашают. Почему так? Главный руководитель, зам директора предприятия коммунального заинтересованного лица выступает. Депутаты, которые должны были бы в самой комиссии присутствовать, не приглашали. Инициативная группа не приглашена, сами узнали, пришли. Слово не дали. Ну, не правильно, так не будем. Значит, еще раз. Я считаю, когда спрашивают, а как идти дальше? Я считаю, что в этой ситуации без экономического анализа деятельности предприятия и без оприлюбления его отчета по этой деятельности двигаться назад по увеличению тарифов мы не можем. Пусть предприятие отчитается, приедет в бизнесе, делает анализ, смотрит, где мы находимся, принимает решение, поднимает цены, не поднимает цены. Сейчас это предприятие монополист в данном случае в городе на предоставляющих услуг. Если монополист, значит молитву сочетается за те деньги, которые мы будем платить. Куда деньги делятся? После этого, когда не считается деятельность действительно связанная с тем, что надо делать тарифы, объявите конкурс в городе на предоставление этих услуг. И пусть в этом конкурсе примут участие те предприятия, в том числе, которые имеют лицензии на выполнение строительных работ. Потому что у меня клиенты, которые есть, они говорят, в 2009 году делают ремонт крыши, а крыша течет, грибки. А приходят туда и их опять отправляют. Это вот такое скотское отношение к потребителям. Недопустимо, Даша, вообще. Раскачивать социальную напряженность в городе тоже, я считаю, недопустимо. Нельзя было принимать, тем более получилось, как принять решение, как втихаря. То есть пригласили, заинтересованные бизнесы, приняли все. Даша, одна минута, да, и дальше. По какому праву за это решение голосует директор предприятия, в интересах которого принимается это решение? Это же последнее. У меня есть еще доводы для судов. Но я хотел, я их не говорю, я останавливаю. Решение не законно. Но я хочу, чтобы все-таки депутаты услышали людей и приняли вот такое решение. На сегодняшний момент они врут, они врут, неважно. Покажите анализ своей деятельности, отчитайтесь, что вы делали раньше. Оставить, шантажировать людей, мы повышаем тарифы только потом будем что-то делать? Так это недопустимо. В 2013 году Олег Федорович ходит в комиссию, которая говорит, надо сделать. В 2013 году, 10 июля, решение сессии написано. Олег Федорович, да, считаю, что надо сделать по домовой учет акций выполненных работ. В 2013 году. Сегодня, в 2015 году, говорить нет. Сначала тарифа, потом по домовой учету. Решение номер 16. Про скрасывание решения. Воконавчого комитета Желтогорского и Минской Рады. В 2015 году, в 2015 году, номер 338. Про здравоохновение тарифов для населеня и других поживающих с утримания будинки, и других поживающих с утром, так и родных территорий, жидлового фонда, места Желтой воды. Голосуй. Прочитал? Да. Голосуй. Да. Процедура голосования, еще раз вам напоминаю, что Синий Козыря называет фамилию, и каждый депутат говорит «за», «против» или «воздержав». Встает и говорит. Встает и говорит. Значит, пожалуйста, начинайте процедуру голосования. Так, Владея Татьяна Алексеевна. С учетом сказанного, я воздерживаюсь. Так, дальше. Рычея Валентина Романова. Узываюсь. Безпятый Анатолий Алексеевич Висуткий, Билинска, Наталья Виколаевна. За. За. Берестенко Сергей Валентинович. За. Не поняла. Раздевают, а дальше. Так, Винченко нету. Боченко Егена Викторовича. За. За. Гадеск и Виталий Владимирович. За. Виняна Дубов-Федриевна. За. Добровольский, Бомдивий Васильевич. За. Драгомерецька, Даля Аркадьевна. Воздерживаюсь. Драгомерець, спокойно в зале, без комендарии. За. За. Ждан Максим Викторович. За. Злобинский, Юрий Николаевич. За. Затинацький, Юрий Анатольевич, відсутний. Зернин, Юрий Анатольевич, відсутний. Иванович, Юрий Анатольевич, відсутний. Иван Михайлович. Вотребовский. Чучелся. Без коментарий. Удивите слови, а? Кришановська, Гончарова, Людмила Георгиевна. Восердь. Спасибо. Кришин, Оксана Владимировна. За. 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 Кришук, Василий Архипович. Удивите. Буча, Петро Михайлович. Воздерживаюся. Так, ми на витряжені. Майст-Ісин, Микола Георгиевич. За. Молодець. Малоок Олена Івановна. Кутра Івановна. Могилівська, Ольга Миколаївна. За. Межура Олександра Івановича. За. Мистеревка Микола Васильович. За. Близ Олександр Георгиевич. Без коментарий. Близчевський, без затих. Серій Сергій Іванович. За. Сорокин Олександр Геннадьевич. Без сутній. Старушка Сергій Всеволодович. За. Тут беріця Геор Іванович. За. Хомич Владимира Миколаївича. За. Чапрасов Сергей Анатольевич. Владимир. Вас держит? Да. Понятно. Черлиг Нина Васильевна. За. Подтриму. Черлиг Петро Сергеевич. За. И Шиха Игорь Николаевич и Юрий Светланов. Спасибо. Я поддерживаю. Фу! Спасибо. Без комментариев. Без комментариев. Без комментариев. Без комментариев. Без комментариев. Без комментариев. Я могу сказать, что я понимаю всю тяжелость этого вопроса, который ляже на бюджет города и на бюджетной организации. Все. Сейчас. В четной комиссии пожалуйста посчитайте голосами. До складу Житовицької міської ради 6-го скликанья входить 41 депутат. В решальный голос також має мед. За результатами поименного голосования, за проект рішенням про скасування рішення виконавчого комітету від 15.07.15 року, номер 338 про встановлення тарифів для населення. Результаты голосования следующее. Відсутніх 12 депутатів, за проголосувало 19 депутатів, утрималось 10 депутатів плюс один голос мера. Дякую за вам.